Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился очередной набор из двух машин, а именно М4А1, но всем нам он известен как револьвер и вот такой интересный малыш М4ФЛ10. Странная тачка, честно говоря, но в чем-то довольно-таки уникальный. Давайте обсудим с вами сам наборчик, выкатим револьвера из ангара для того, чтобы посмотреть на что он способен, ну а что касается М4ФЛ10, то его выкатим в следующем видео. Дело в том, что данный набор идет по цене вполне себе годной восьмерки и за 7500 на новогоднем аукционе вы уж точно сможете прикупить себе какую-нибудь действительно толковую, результативную, интересную и фановую тачку. Что касается данного набора, то да, безусловно, 7500 две этих машины стоят однозначно, просто потому что это восьмерка и довольно-таки фановая семерка. Вы получаете здесь два камуфляжа, один для револьвера, ну и второй для М4ФЛ10, но ни тот, ни другой не являются уникальными каму и не являются легендарными камуфляжами именно для этих машин, поэтому я бы не сказал, что это действительно круто. Что касается X5 в количестве 10 штучек, то опять-таки только на одну и вторую из этих машин. Короче говоря, не поможет вам прокачать какую-нибудь веточку, но поможет вам немножечко приподнять ваш элитный опыт экипажа. Есть абсолютно ненужный не анимированный аватар и открытое все оборудование, по моим подсчетам, где-то в районе 3 миллионов серебра, поможет сэкономить, открывая оборудование. Вот в принципе и весь набор. Повторюсь еще раз, 7500 это вполне себе адекватная цена для данных машин в составе набора, но в то же время я не считаю, что это прям действительно тот набор, который стоит брать. Что касается револьвера. Дело в том, что недавно револьвера абсолютно бесплатно раздавали всем, открывая контейнеры болельщика можно было себе эту машину собрать и многие ребята себе ее собрали. И вот теперь скажите мне в комментариях, считаете ли вы, что данная тачка стоит 6500 голды в составе вот этого набора, в котором опять-таки идет Х5 в количестве 10 штук только для него. Камуфляж, который в принципе можно встретить на огромном количестве машин и открытое все оборудование. И напишите свое честное мнение, во сколько вы в принципе оцениваете данную машину по голде. Я не готов за револьвера отдавать 6500, не только потому, что он у меня есть, а еще и потому, что сам револьвер я считаю просто распиаренным танком, который того в принципе не стоит. Ну а что касается М4 ФЛ-10, то он довольно-таки редко выходит на продажу и 4000 голды в составе данного набора он безусловно стоит, но только условно, потому что здесь открытое все оборудование будет, Х5 в количестве 10 штук и хоть какой-нибудь камуфляж. Реальная стоимость машины в голом состоянии, по моему скромному мнению, ну где-то тысячи три и то для коллекционера, для любителя чисто ради фана выехать. Прикол данной машины, кстати, ребят, заключается в том, что у данного аппарата есть не просто барабан, а у него барабан с системой дозарядки. Да, вы не ослышались, система дозарядки на седьмом уровне. Вот такая вот уникальная тачка. Как я говорил, М4 ФЛ-10 выкатим с вами из ангара в следующем видео. Ну а пока давайте кратенько заценим револьвера, ну и, соответственно, возьмем его в бой, для того, чтобы посмотреть, на что он способен. Абсолютно честные обзоры, как на револьвера, так и на М4 ФЛ-10 вы сможете найти по ссылкам в описании к данному видео. Заходите, посмотрите, я думаю, вы все поймете. Что касается данного аппарата, то здесь орудие, которое выдает 350 среднего, хороший угол слонения орудия вниз минус 10 и 8,5 секунд перезарядки. Я считаю, что долговато, потому что машина не сильно живучая, она высокая, она большая и она вполне себе даже картонная в большинстве своем. Время сведения разброса заценим непосредственно в бою. Ну а что касается ДПМа, то только умелый игрок сможет его действительно реализовать. Если вы средником играете и играете с сенсорника, то, в принципе, на револьвере играется довольно-таки сложно, по крайней мере, мне. Ну что, берем танк и погнали в бой. Ну что, друзья, погнали. И я хотел бы высказать свое мнение по поводу револьвера, начав с того, почему я считаю, что данный аппарат, ну, скажем так, излишне распиарен. Во-первых, потому что я не понимаю, что здесь пиарить. Это обычная шермановская база, это обычный высокий средний танк, который не отличается какой-то броней, он не отличается скорострельностью. Да, у него вполне себе даже точное орудие, но в то же время я бы не сказал, что это прям действительно имба-имбовая. И почему-то мне кажется, что данная тачка считается всеми крутой по одному простому принципу. Я считаю крутым то, что мне сказали считать крутым. Вообще, в принципе, люди в этом отношении делятся на два типа. Для одних, скажем так, быть в приоритете или быть для кого-то, ну, скажем так, в существенном его глазах и этого звания необходимо заслужить. То есть, скажем так, вы не будете кого-то уважать, если человек не доказал, что его есть за что уважать. Ну, а для других, ребят, достаточно просто, чтобы им сказали по поводу того, что вот это круто. И раз кто-то сказал о том, что это круто, то для него это тоже крутым по определению становится. Так вот, ребят, я не отношусь ко второму типу. Я считаю, что, скажем так, уважение мною чего-либо необходимо заслужить. И эта машина как-то не заслуживает у меня какого-то великолепного, умопомрачительного восхищения от ее способностей и возможностей. Ну, начнем с того, что уровень бронепробития оставляет желать лучшего. Что бы там ни говорили. Если вы посмотрите внимательно, то практически в кого бы я сейчас не целился, в кого бы я сейчас не сводился, я нормально пробить никого не могу. То есть, там серых зон, ну, прям совсем в край мало. При этом все, все абсолютно спокойно могут выцеливать меня, ну и, соответственно, вполне спокойно могут меня пробивать. Это первое. Второе. Я не могу сказать, что та великолепная 350 единиц альфа, которую можно выплевывать из этого орудия, действительно является чем-то тоже умопомрачительным. Да, ты можешь настреливать за бой и таким образом приближать победу, но в то же время ты не являешься тем, кто действительно на 100% может в бою зарешать. Это тоже факт. Именно это меня и расстраивает, что огромное количество игроков пользуются не своим мнением, не своим впечатлением, а просто поддерживают общие тенденции. То есть, если какой-нибудь условный дядя Вася на своем канале сказал, что эта машина самая крутая, самая задиристая и вообще ее необходимо брать, то, соответственно, безмолвная толпа сразу начинает рукоплескать и кричать, о да, действительно, это имба. И если, не дай бог, где-нибудь на каком-то другом канале появляется альтернативное мнение, сразу эта толпа начинает прибегать на этот канал и в комментариях писать по поводу того, что ты не прав, потому что... Почему? Правильно, потому что дядя Вася так сказал. Я сам-то особо не пробовал, я на этом танке не играл, но дядя Вася, если сказал, это же, в принципе, показатель. Вот, в принципе, то же самое произошло и с револьвером. В свое время кто-то один или двое, когда эта тачка появилась в игре, начали восхищаться этой машиной. Ну, скорее всего, потому что поначалу машина действительно неплохо игралась и потому что она действительно могла набрасывать, да, на принципе, и сейчас набрасывать можно. Потом появились еще несколько ребят, которые просто не до конца ощутив данную машину, поверив на слово тем двум или трем, которые первыми начали о ней такое снимать, начали рассказывать тоже с пеной урта по поводу этой крутой тачки, ну а как можно противоречить тем двоим, которые до этого такое рассказывали. Ну и, соответственно, вот это вот все в виде цепочки потянулось за револьвером и про револьвера продолжают дальше рассказывать о том, что это, ну, прям чуть ли не самый лучший средний танк на уровне. Но давайте все-таки спустим его с вот этого пьедестала великолепной машины к оголенной голой правде. Оголенная голая правда говорит о том, что эта машина крайне зависима от команды, да, она может выдавать вот такие вот результаты, но напомню еще раз, ваши 3700 единиц нанесенного урона и 4 сделанных фрага, и да, вот такой вот неплохой результат по фарму, который получается, но с учетом прем-аккаунта, без прем-аккаунта 106 тысяч, что тоже, кстати, крутой результат, спорить не буду. Это будет получаться у вас только если вы играете на компе, а не с сенсорника, потому что с сенсорника играть на данной машине куда сложнее, и таких результатов добиваться тоже далеко не у каждого получится. Годин револьвер, да, безусловно, годин, он действительно может выходить из боя с большими результатами по настрелу, он может фармить, в этом ему не откажешь. Но является ли он настолько крутым, как его рисуют? Нет, не является, потому что есть на уровне гораздо интереснее, веселее и бодрее машины. Это мое скромное мнение, вы свое пишите в комментарии, только, пожалуйста, пишите свое мнение тогда, когда вы поиграли на револьвере, ну и, соответственно, можете это мнение обосновать, а не обосновывая это мнение исключительно словами, услышанными на других каналах. Если вы за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на него. Я побежал снимать М4 и FL10 специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно с подбойствием. Пока-пока.